Вот уже более века несет своим прихожанам радость и важность служения Христу, Церковь Евангельских Христиан-Баптистов нашего города. Она была основана в далеком 1905 году и за прошедшие без малого 120 лет проделала очень большой и трудный путь. К счастью, несмотря на ряд исторических потрясений, сопровождавших нашу страну в первой половине 20 века, здание церкви сохранилось, и это стало настоящим чудом и, по сути, началом ее нового пути. В 90-е годы 20-го столетия церковь прошла реставрацию и вновь распахнула свои двери для верующих новочеркасцев. И вот уже более четверти века день ее основания отмечается в светлой и торжественной атмосфере. Они, как истинные христиане, исполняя волю Божию, служат людям и Богу. В новочеркасских газетах в 90-м году появилось сообщение о том, что заброшенный храм кирха, как его называли, передан церкви евангельских христиан-баптистов, возвращен. Это была история передачи многих храмов нашим церквям по всей стране. В данном случае был храм передан и нам. Итак, в 90-м году Литеранскую кирху передали церкви евангельских христиан-баптистов. Но история новочеркасской церкви началась намного раньше. Официально община баптистов города Новочеркасска была зарегистрирована в 1923 году. С тех пор она собиралась вместе с Литеранской общиной в этом старинном здании кирхи, которому уже более ста лет. Но собираться им пришлось недолго. Мы написали заявление где-то в конце 80-х годов, где-то в 88-89-м, попросили, чтобы нам вернули эту церковь. Но при долгом рассуждении все же нам ее вернули. Субтитры создавал DimaTorzok День дожди, дожди, дожди. А нам нужно снять полностью крышу. Если полностью крышу снять, рухнет все остальное. Что делать? А иначе нельзя, нужно перекладывать стены. Мы становимся на колени и молимся. Господи, Твое небо, Твой храм и Твой дождь. Помоги Ты нам. Мы хотим отснимать крышу. И приступили. Мы сняли крышу, заменили страпилы. За ними там все разные, где деревянное, что было, погнили. Все было заменено. И стали накрывать крышу. И когда последний лист прибивали, то один брат говорит, наверное, сейчас дождь пойдет. Он прикрепил последний лист и еле соскочил с крыши. Пошел дождь. Теперь уже 10 лет, как Новочеркасская церковь евангельских христиан-баптистов собирается в когда-то отобранную у них кирхе. Они восстановили храм, а теперь бросили все свои силы на восстановление других храмов, которые, как оказалось, восстанавливать намного сложнее. Что мы заметили? Что как бы не сложно восстанавливать храмы, все-таки проще восстановить здание храма, чем восстановить храм в человеческой душе. Это гораздо сложнее восстановить храм в человеческой душе. Именно этому и посвящена наша сегодняшняя работа. Не зря как бы девиз, который был еще в Лютеранской церкви, до слова Христа, Евангелия Матфея 11, 28. «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Все труждающиеся, все обремененные, приходя в данный храм, они получают утешение, покой, покой своим душам. Для этого мы живем, для этого мы и трудимся. Очень многое осталось за кадром. Для них важны не слова, которые о них говорят, а дела, которые они делают. Живя на этой земле, они воистину являются проводниками Божьих благословений для Новочеркасска. Жизнь человека коротка, и как важно в этой жизни сделать что-то для других, а не для себя. В этом Новочеркасская церковь преуспевает. Да поможет и нам Господь обратить внимание на своих ближних и стать для них благословением. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok